Табличка с техническим номером подводной лодки и названием завода-изготовителя для подлодок является паспортом и по значимости приравнивается к знамени полка. А ведь пять лет назад самарский коллекционер Дмитрий Хмелев даже не подозревал о ценности своей находки, когда покупал на аукционе лод предметов морской тематики. Его внимание привлек водолазный шлем, в комплекте которому отдавали и номерную доску. И только в прошлом году он узнал истинную ценность своего приобретения. А в том году, когда мы делали музей-привовыставку, посвященную Советской армии и военно-морскому флоту, я вышел как образец. И один ветеран подошел ко мне и сказал, что эта вещь уникальная, это номерная доска с подводной лодки, что это очень ценная вещь, очень редкая. Дмитрий решил отправить номерную доску почты, но связавшись с заводом «Севмаш» и узнав о заинтересованности рабочих, понял, нужно передать подарок лично. И собрал целую делегацию, пригласив с собой причастных людей с армии и ветеранов-подводников. Ведь считает, заслуга обнаружения передачи должна принадлежать Самаре. Для нас на самом деле огромная честь, что из стен нашего музея эта номерная таблица будет отправлена на «Севмаш» и там будет расположена в музее этого известнейшего предприятия. На берегах Белого моря самарских гостей тепло встретили. Провели для них экскурсию по одному из крупнейших судостроительных комплексов России и организовали по-настоящему семейную церемонию передачи номерной доски. В ней участвовали руководящий состав завода и сын первого командира подводной лодки Б-107. И это замечательно, что сейчас в музее, вам огромное спасибо, я действительно говорю, как подводник, как офицер, как адмирал, как командир подводной лодки, что вот такие вот вещи, они возвращаются в музее на обозрение всех поколений, чтобы они знали и понимали, что все давалось совсем непросто. Я вам выражаю искреннюю благодарность. Переоценить значимость этой вещи очень сложно, ведь в ней определенная душа лодки и тех людей, которые ее строили и служили на ней. А потому так важно, что частица северодвинской истории вернулась на родину. Андрей Горгуленко, Галина Щерба, Константин Головин, Олег Ракшин. События. Константин Головин, Олег Ракшин.